Здравствуйте, дорогие наши подписчики, наши любимые садоводы. Сегодня мы будем высаживать гладиолусы. Наконец-то! У нас вот всё просто передвинулось на две недели. Ровно. Если мы гладиолусы всегда высаживали где-то числа 15-20, то вот сейчас, в начале месяца, уже июня, мы их высаживаем только гладиолусы. И вот всё у нас сдвинулось ровно на две недели. Так, мы в этом году попробуем посадить по-новому. Мы всегда делали рядочки, и в рядочки всё высаживали, си луковички. Но в этом году нам наша одна подписчица, наша очень хорошая и давняя подписчица, написала, что она высаживает в ящиках. Ну, мы вот луковичные тюльпаны выращиваем в корзинах, но больше мы не пробовали ничего, гладиолусы не пробовали. А она говорит, я прямо в ящиках. А у меня вот дуванчики, дорогие подписчики. А поздороваться-то забыл? Да. Здравствуйте, дорогие подписчики. Помощничек пришёл. Сейчас, Дима, будем гладиолусы расставлять. Сейчас я приду. Придёшь. Амары. И вот мы в этом году решили тоже так же. Сейчас мы покажем, как мы это сделаем. И потом покажем, как это будет свести. Так, мы решили два ящика, и у нас есть ещё две корзины. Вот так в середину вкопать. Все гладиолусы сажаем на глубину 20 сантиметров. При такой глубокой посадке 20 сантиметров цветонос идёт прямой, ровный, красивый. Цветы крупные. Но деток они дают мало. Кто выращивает гладиолусы для разведения, нужны детки. Посаживают на менее глубину, такой сантиметров 10. Там будет много деток. Но цветы будут не такие крутые. Мы всегда сажаем на 20 сантиметров. И в этом году так мы тоже сделаем. Как раз вот говорим ящик-то, и нам поможет даже соблюсти вот эту высоту 20 сантиметров. Высота ящика, вот я смотрю издалека, примерно она и есть 20 сантиметров. И вот сейчас мы вкопаем, покажем, посмотрим. Так, вот первый ящик мы вкопали. Сейчас мы должны насыпать песок. Обычно мы юночки тоже ставили на песок. Так. Ну хотя бы так тоненько, чтобы донцы-то стояли на песочке. За лук. И у меня вот почва брикет остался, но мочен. Так, сверху уж решила посыпать. Так. Ну и все сейчас сюда будем расставлять луковички. Так. Ну вот вообще высаживают через 20 сантиметров гладиолус. Ну мы сделаем как-то, наверное, вот так что ли так. Надо же учитывать, что они будут еще ведь соприкасаться, когда расцветут. Попробуем вот так. Не знаю. Если редко, может быть, мы посадили, нам Людмила напишет, что вы редко посадили, я чаще. Ну вот я не знаю, как надо. Но решила вот что-то 3, 5, 8. Что еще? Давай 9. Что-то количество у нас в корзине-то вот. О, комары прямо-то чего-то. В корзине-то 8-то нам не надо. Так. Ну давай вот этот вот поставим. Вот. Вот так вот, да, будет? Попробуем вот так вот. Все. И сейчас мы эту корзину засыпаем. Вот один ящик закопали. Сейчас корзина у нас пошла. Так, закапываем корзину. Так. Посмотрим, что это у нас будет. Ну, думаю, что вот еще. Так. В корзине будут как в базе стоять. Так, все. Следующую копаем опять корзину. Так, это у нас пошла вторая корзина. В нее мы 9 сделаем. Так, следующий у нас пойдет опять ящик. Ну вот и все. Закопали мы все ящики и корзины. Ну а получается, что у нас вокруг будет пусто. И вокруг я посажу, ну, наверное, не мезю тогда. У меня есть набросадик. Можно гагерат. Он посадит. У меня есть голубая норка. Вот голубое все вокруг. Посмотрим. Ну, что-то низкорослое. Вот так по краю посадим. Оставайтесь с нами.